Тверские студенты предлагают вернуть льготы на проезд в общественном транспорте. Эта тема актуальна для областного центра, в котором располагаются несколько высших учебных заведений. А кроме того, есть немало колледжей. Данному вопросу был посвящен круглый стол, состоявшийся в Твери. В его работе приняли участие представители руководства вузов, сами обучающиеся, а также члены политических партий, среди которых была и депутат Государственной Думы Ксения Горячева. Тверь — это крупный центр вузовского и среднеспециального образования. В столице Верхней Волжи находятся сразу четыре крупных высших учебных заведения. В городе обучаются более 45 тысяч студентов. Многим из них во время учебы приходится ежедневно преодолевать большие расстояния. Ведь исторически так сложилось, что очень многие университетские корпуса находятся в разных районах губернской столицы. В результате студенты вынуждены очень много тратить на проезд. При даже средних таких подсчетах проезда туда-обратно по средней стоимости — это уже от полутора до двух тысяч рублей. Поэтому, конечно, если не вся, то очень значительная часть стипендий наших студентов вузов, как выяснилось сегодня у СУЗов, ситуация гораздо более плачевная, то большинство этих денежных средств как раз-таки уходит на оплату проезда. Этот вопрос учащиеся тверских вузов уже поднимали в ходе общения с губернатором 25 января по случаю Дня российского студенчества. Глава региона тогда дал поручение подведомственному министерству разобраться в ситуации. Оно, в свою очередь, предложило руководству вузов выступить с конкретными идеями. Университеты отметили, что считают возможным, по примеру других регионов, снизить на 50% стоимость проезда для студентов как в электричках, так и в автобусах. Для выработки окончательного решения в университетском центре «Точка кипения» прошел круглый стол, посвященный этой проблеме. В разговоре приняли участие представители вузовских администраций, сами обучающиеся и сотрудники транспортной компании, а также депутат Госдумы и член партии «Новые люди» Ксения Гречева. По итогам круглого стола мы пришли к тому, что мы создаем общую рабочую группу, куда включаются разные группы, я бы так сказала, интересантов, которые хотят решить проблему, и чтобы ребятам, которые сейчас там и подработку потеряли, да, и которые вынуждены по городу от одного корпуса к другому преодолевать этот большой маршрут, у них была возможность не тратить все свои сбережения. По окончании круглого стола было принято решение, что студенты, не принявшие участие в разговоре или имеющие мнение отличное от прозвучавших на круглом столе, могут направить их Анне Цветковой, либо в администрации своих образовательных учреждений.